И снова здравствуй, зрители! Третий обзор за день, посвященный посылкам в этот раз Ифраше. Не зря я опрос делала, потому что я что-то так думала. Три дня думала. Хочу, не хочу, духов дофига. Есть распродажи того, что вообще совсем не надо. Нашла даже в Яндексе отзывы какого-то блогера-мужика, который давно ведет канал. Блогер-мужик занимается Ифрошой. Без косметики не какой-то там Антон Эс или вот этот страшный мужик, который типа Антона Эс. У него еще лицо такое, ну, честно, для меня он какой-то физический урод. Даже куча косметики его не спасает. Короче, похож на героиню, которая была в сериал, такой российский, старый, народист красивый. Вот на нее один в один похож. Короче, в общем, заказала я в итоге то, что хотела. У меня был бонус на скидку 500 рублей. Там была скидка тоже сколько-то там рублей. И вот почему с другой стороны показываю? Потому что с этой стороны адрес мой. Если вдруг кто решит мне что-то послать, и ему захочется или ей мой адрес полноценный, то он напишет или она мне в личку куда-нибудь. А если не понадобится мой адрес полноценный, но все равно что-то захочется послать, то там есть внизу в инфобоксе до востребования. Но в другом случае нафига вам вообще светить мой адрес? Меньше знаете, лучше спите. Так, поэтому я и показываю коробочку вверх ногами. Я думала, придет к маленькой коробочке, но, видимо, или у Ифрашена прят с маленькими коробочками, или им не жалко кучу вот этой макулатуры. Хотя они вроде как за оселенение планеты. Это сколько деревьев ушло на эту коробочку, ладно, сколько макулатуры ушло на эту коробочку. Чего и тут у нас. А в отличие от озона, тут есть бумажка о том, что ты букашка. Весь заказ у нас вышел. Сумма НДС 158.34, заказ на 1481, а это скидка. Сам заказ у меня вышел на 1038. Парфюмерная вода и эликсир, потом пробник жуткой воды «Да, любовь». У меня этот был пробник еще год назад, я как-то у кого-то типа нюхала. Атуратная как-то. Еще два каких-то пробника, потом увлажняющий гель для душа «Алоэ Вера». Я единственное не поняла, мужской он или женский. Там можно было выбрать что-то в подарке, решила, что это оптимальный вариант. А еще браслет и косметичка. Оно шло как раз по предложению последнего третьего дня. Ой, да. Действия того бонуса на скидку. Так. Что тут у нас? Можете на паузу поставить. Ну, то, что там по бонусам, я думаю, может быть, это кому-то задарить, потому что вряд ли оно мне надо. В общем, то, что ради чего это все замутилось. Когда-то мне подписчица Ленка Минстера Москва задарила в прошлом году огромную посылку, и там было внезапно, помимо прочего, дуги 15 мл, они мне очень нравились. Она еще у меня выясняла, типа, что конкретно мне нравится в эликсире «Буа Сенцуэль». И, в общем, а тут у меня как бы духов нафига, но вот «Буа Сенцуэль» давно уже нет, и я подумала. Я помню, еще как-то себе покупала 30 мл в упаковочке, там еще был гель до душа в коробочке «Буа Сенцуэль» года два назад, наверное, уже. Еще вы фраши в Ярике. Вот, теперь у меня есть «Буа Сенцуэль» 30 мл. Истинный эликсир чувственности, парфюмерная вода 30 мл. Ой, ну что ж такое? До сентября 2021 года она живет, но, в принципе, если духи правильно хранить, то они проживут и дольше. Хотя я помню, у меня этот «Буа Сенцуэль» 30 мл купили. 15 мл очень быстро выделались. Что-то я его как-то с задницы открываю. Да. Необычное дело, Лёля открыла духи с задницы. Ох-ох-ох. Мечта идиотов. Кайф. Оно, короче, воплощает в себе «Ирис Нуар», который давно уже снятый в «Эфраше». Серии «Секрет де Сансе». По-моему, тоже «Секрет де Сансе» серия. Потом, значит, ваниль ночную. И сам эликсир классический. Вот просто такой. Но сам эликсир классический мне не нравится. Он для меня пахнет пластилином, но все вместе оно очень круто пахнет. Кайф вообще. Иди сюда, моя лапочка. Чего и тут у нас. Суэликсир пюрпль. У меня уже есть такой пробник с какого-то заказом, который я в конце года прошлого делала. И еще один будет. Может, кому-то дарю. Этот вонючий, да, любовь. Уи, а-ля Мурс. Для меня он пахнет детской неожиданностью. И какой-то мерностью. Детская неожиданность та, которая пи-пи. А не какая. В общем, жуть. И снова сенситив-вежиталь чего-то. Там, по-моему, мне его уже подкидывали как-то. Увлажняющий крем от покраснений. Ну, завязаем. Чего? Спасибо, Ифраше. Рыба с полотных пробников. Гель за душа. Для мужчин. Я помню, как в Саванри делала этот заказ рекламный. Ну, типа того, что напиши, Саванри скажи, что ты там ими интересуешься и уже с ними сотрудничал. Вообще, мне не нравится их подход, потому что блогеру тупо надо писать как-то. Я считаю, что это как-то унижаться. У меня была знакомая, которая меня все сподвигала, сподвигала в прошлом году. Когда я свою негодуя на этот счет выдала, она так это... Такое Г сказала. Бля, это... Фэ точнее, что типа это... Я сделаю, типа ты не хочешь, а я сделаю. Ну, может, человеком нравится унижаться, не знаю. Ну, и, короче, там, я помню, заказала какой-то гель для душа и волос. Ну, в смысле, для душа и... для тела и волос, да? Я думала, что он два в одном чисто для всех оказалось мужской. Но мне понравился. Ну, вообще, мне нравятся вот эти два в одном. А это у нас что на самом деле? Да, это тоже два в одном. Мне и фрашевские, вообще, нравились эти гели для душа, которые два в одном были. А потом они куда-то делись. А этот тоже сделан в России. Интерфилл произвели в Тосном. Обыдно и печально. Я думала, такие гели всё ещё производит Франция. Короче, отврат. Так вот, что я там мужика тогда смотрела. Я не помню, как его звать. У него какой-то ник странный три слова. Точнее, три буквы. Или чё-то, энд чё-то. Или как-то так. Или просто три буквы. И там вот как раз я думала, нужно ли мне вот эти все лимитки по скидке, которые идут сейчас в новогодние. Или не нужно там, может, крем для рук или ещё что-то заказать в подарок там на 8 марта или ещё как-то. А потом или себе глянула я его отзыв. Он, конечно, тянет кота за одно место. Но то я проматывала. То, где он говорил то, что надо, не было узнать. Вот именно благодаря ему ещё пара отзывов. Я поняла, что оно мне совсем не надо. А у него тот гель вариаций был сделан под Москве. У меня вот все попадались пока что под Ленинградом. Годен до ноября 2021 года. Ну, посмотрим, как он этот увлажняющий гель для душа. Алоэ Вера. Хотя здесь хейр годи. В общем, на английском оно для тела и волос. На французском оно тупо, а нет, тоже для тела и волос. А на русском оно только для душа. На смесье после вскрытия. Не пойму, чем пахнет, но не алоэ точно. Может, конечно, в душе оно будет алоэ открываться. И такое, ну... Никакое. Надеюсь, что оно всё-таки будет какое-то более какое-то пользование. Ну и что у нас тут подарочки? Тут у нас эта бумажка. И что за тебя ещё одна коробочка есть. Нужинки надо убрать. Так. У нас там был какой-то вообще на выбор такой кружавчатый браслетик и косметичка. Или не кружавчатый. Но мне почему-то на сайте не выпало такого выбора. А вышло вообще как-то без картинки. Типа только вот подарок. Догадайся, мол, сама. Вот тут у нас вот в таком пакетике. Типа просто... Мешочек из органзы зелёного цвета. На верёвочке и с такой вот этой типа «Спасибо тебе», «Мерси» на всяких разных языках плюс «Спасибо по-русски». «Киитос» финская, по-моему. Сделано в Китае. Честное признание. На всяких разных языках. Чтобы прозлить срок службы вашего ювелирного изделия, не допускайте его контакта с водой или парфюмерией. Окей, будем знать ювелирное изделие. Я думаю, это тупо бижутерия. Будет он тут сейчас серебряный браслетик, как же. Ну, как тебе открыть-то? Открой меня, если сможешь. Тут у нас мешочек, который обычно кладут в водоросли, чтобы ничего не отсохло, точнее, не отсырило. Тут у нас вот такая бумажечка. Тут у нас ЛБВМ ИР. Как обычно на всяких приблудах Ир и Фрашевских делается. И тут у нас такие типа стразики. Так-то, в принципе, миленький. Но он как-то, я не знаю, так он мне свободно, так он мне, не знаю. Может, его сузить можно. Наверное, все же я его кому-нибудь задарю. Так скажу как-нибудь. Типа, хочешь вот такую фигню? Потому что у меня, в принципе, есть серебряные браслетики. Да и те я что-то редко ношу. Да и вообще я как-то бижутерию не особо. Ну, а тут очень миленько так, для тех, кто любит бижутерию. Вот. И тут у нас косметичка. Косметичка. Мне кажется, у меня что-то подобное уже было, только с ручечками. Розовенькая и зелененькая. Их на велик хорошо было вешать в деревне, если куда-то едешь, и надо ключи с телефоном положить, или просто телефон. В общем, что было у нас тут. Косметичка. Размер изделия 21 на 16,6 сантиметров. Косметичка трапециевидная. На подкладке материал вверх. Бумажная соломка на основе. Из полипропилена. Подкладка плейстер. Сделана в Китае. Дата изготовления 6-го 2017-го. Ну, как я и думала, вот эта вот соломка. Пакетик без дырочками или... Пригодишься. Нет, внезапно пакетик без дырочек. Мало ли, что за сундучек. Мусор какой переработанный. Мы на из пакетик. На Озоне не дали. Так хоть тут появился. Неудобно, кстати, было эту коробку Озоновскую тащить вот так с собой. Зато дали пакетик какому-то дяде. Вот тут и фрашерский кружочек. Не, я ничего такого не в претензии. Мне просто как-то неудобно было. Не, претензия была. Но это если вы гляните тот ролик. Короче, вот тут у нас соломка, которая покрашена такой вот уже поверх золотой краской. Под золотом. Все, в принципе. Она вот такая. Сейчас мы ее сделаем. Что у нас тут? А у нас внутри вот такой еще пакетик. Вот у нас тут эта подкладка. Почему-то она там сложенная была. Я решила ее достать. Думаю, влюбленный кармашек какой еще. В этой подкладке. Но ничего, такая косметичка. Может, сама заюзаю еще положу. Может, сдарю кому. Скажу, типа, вот 8 марта. Восьмое марта. Хотите косметичка? Такая, кажется, как бы мятенькая. Но, по ходу дела, это у нее такой, типа, рисунок. Она довольно плотненькая. Еще вот эта кружочка с логотипом и крошем. В общем, шикарная под золотой косметичка. Как говорят некоторые блогеры, бьюти-блогеры, выглядит дорого. Хотя, мне кажется, вот эта фигня, типа, выглядит дешево, выглядит дорого. Особенно, если какая-нибудь бижутерия выглядит дорого. Такая порнография. Такой рапстой, цесно. В общем, хорошенькая косметичечка. Спасибо, Альфраше. Я бы отдала кому-нибудь браслетик, а мешочек бы оставила себе. Он гармонирует с этой косметичечкой. И вообще, вы же браслетик будете носить, а не мешочечек. Мешочечек косметичечком. А вот такой у меня заказ и фраше. Всем спасибо за просмотр. Если вы поставите палец к низу, как последние месяца три ко мне набегают какие-то идиоты и ставят пальцы к низу, потому что, ну, знаете, некоторые мне еще пишут, типа, я за спешально зашел, ролик не смотрел, пальцы вниз поставил. То это чисто ваша проблема. Если вы поставите палец кверху, я просто посмотрю разницу пальцев кверху и пальцев внизу. Поофигеваю. Если будет этих больше. И ничего. Если вы подпишетесь на мой канал, знаете, я допрыгаю до потолка. Честно, мне пофиг. Потому что насильно мил не будешь. Но если подпишетесь, было бы прикольно. А то что-то от меня тут всякие какие-то отписываются, а потом сами за угла смотрят. Ну и что еще, если напишите коммент? Напишите коммент к этому видео. А то что-то последние обзоры и фраше как-то все без комментов, без комментов. Или какой-то негатив прям мимо шел, пришел, покакал, за собой не убрал, пошел дальше. Причем с фраше никак не связано. Ну и да, всем спасибо, кто осилил до самого конца. Всем пока!